Это новости прима, мы продолжаем. Дорожники объяснили, зачем моют асфальт во время дождя. Каждый раз этот процесс вызывает негодование, особенно среди водителей. Оказывается, этому есть объяснение. С АТП рассказали, главная задача поливальных машин не смочить, а очистить дорогу. Грязь, попавшая между зернами асфальта, размыкает под дождем, а мощная струя воды от дорожной техники смывает ее к бордюрам. В итоге асфальт становится чистым быстрее. К тому же в этом случае воды расходуется намного меньше. У нас сейчас еще несколько коротких новостей, о которых сегодня писали красноярские интернет-издания. В краевом правительстве определились с главой регионального Минздрава. Но должность все еще с приставкой ИО. Новым руководителем стала 37-летняя Наталья Говорушкина из Москвы. В прошлом году она приехала в Красноярск и в роли советника губернатора объездила больницы края. Теперь ее официально назначили заместителем министра здравоохранения и возложили обязанности главы ведомства. После ухода Бориса Немика в феврале этого года власти долго не могли назначить нового руководителя. Несколько месяцев обязанностей исполнял его зам Александр Украинцев. Суд взыскивает с Красноярского театра Пушкина 62 миллиона рублей. Иск подала стройкомпания, которая занималась реставрацией здания Пушки. Фирма в ходе ремонта заявила, что требуются дополнительные работы и цена контракта увеличилась на десятки миллионов. Строители и театралы подписали новый договор, но затем руководство театра отказалось платить из-за превышения лимита бюджета. В итоге подрядчик обратился в арбитражный суд, который удовлетворил иск. В центре Красноярска прямо на ходу вспыхнул БМВ. На кадрах машина поворачивает на перекрестке Перенсона-Дубровинского. Из-под капота начинает валить дым. Водитель выходит и просит помощи окружающих. Затем авто охватывает сильное пламя, с которым справляются только спасатели, приехавшие через полчаса. Иномарка сгорела полностью. Житель Железногорска обратился в банк и узнал, что на его имя оформлено около 30 кредитов. Мужчина пришел в одно из отделений и хотел взять займ. Ему отказали из-за плохой кредитной истории. Сам заемщик заявил, что никогда просрочек не допускал. Тогда и выяснилось, что кредиты на него оформлял другой человек, житель Красноярска. Уже после ареста подозреваемый рассказал, что заказал поддельный паспорт со своим фото, но с реальными данными другого гражданина. С этим документом мужчина ходил по банкам и набирал кредиты. На Мане уничтожают единственный бесплатный пляж для отдыха, пожаловались местные жители. На видео очевидец возмущается работой техники, которая делает отсыпку берега. Это участок около пристани Усть-Мана, а рядом база отдыха Маналенд. Местные власти сейчас выясняют, что за работы там идут. Известно, что участок находится в аренде. Прокуратура же проведет свою проверку. Продолжение следует...